Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что вооруженные силы России проводят на территории региона оперативно-боевые мероприятия в рамках контртеррористической операции. Об этом Гусев написал в своем телеграм-канале, никаких подробностей он не сообщил. В городе объявлен режим контртеррористической операции, отменены массовые мероприятия, перекрыты дороги, прилегающие к трассе М4. Губернатор Воронежской области опубликовал заявление в соцсетях. Сегодня ночью группа вооруженных людей совершила действия, которые выходят за рамки правового поля, здравого смысла и человеческого сознания. Мятежникам не может быть никакого оправдания. Любые попытки нарушить Конституцию и законы Российской Федерации будут пресечены и потерпят неудачу. Никакие обстоятельства не в силах заставить нас усомниться в верности курса, которым ведет Россию наш президент. Александр Гусев, он также заявил, что в регионе идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе восточной части города. Там произошла разгерметизация резервуара с авиатопливом на 5 тонн. Информации о причинах происшествия и пострадавших на данный момент нет. Эвакуированы торговые центры, расположенные неподалеку от места пожара. Реа Новости со ссылкой на экстренные службы сообщают, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области, предварительно пострадал один человек. А местные жители публикуют видео прилета снаряда в один из воронежских дворов. Официальной информации по этому инциденту нет. Кроме того, сообщается, что в Воронеже приостановлены межрегиональные автобусные рейсы с двух из трех городских автовокзалов. В сети появилось фото с очередями на автозаправках в регионе. Но, по словам губернатора, проблем с бензином в Воронеже нет и не будет. Об обстановке нам рассказал региональный корреспондент российской газеты Антон Валагин. Он находится в Воронеже. Самое активное сейчас действие, наверное, происходит в Воронежской области, потому что, по заявлению губернатора, здесь режим контртеррористической операции уже перешел в боевые действия. Как сообщили воронежские власти, Министерство обороны проводит в регионе оперативно-боевые мероприятия в рамках контртеррористической операции. Все это связано с мятежом ЧВК «Вагнер». В регионе объявлен план «Крепость». Он означает экстренный сбор личного состава полиции и других силовых структур и взятие под контроль особо важных объектов. В частности, в Воронеже полиция перекрыла доступ к управлениям МВД и ФСБ. Благо, они находятся рядом. Закрыта для движения федеральная трасса М4 «Дон», которая ведет от Ростова к Москве на всем протяжении Воронежской области. Она закрыта. Перекрыт выезд на трассу в пригородах. В самом Воронеже, кроме заявлений властей и усиления безопасности в центре, обстановка спокойная. Люди ходят по улицам. Антон Валагин. В Ростове-на-Дону. Возле штаба Южного военного округа раздался взрыв. Как ранее заявлял глава Вагнера Евгений Пригожин, с силами ЧВК были взяты под контроль все военные объекты в городе. Сообщается, что после взрыва бойцы Вагнера начали отгонять от здания ЮВО собравшихся там горожан. Местные СМИ Ростова-на-Дону передают, что в городе устанавливают противотанковые мины. Мэр города сообщил об открытии движения по главной улице Ростова, Большой Садовой. По его данным, общественный транспорт, идущий по ней, вернулся к прежним схемам движения. Местные СМИ сообщают, что в некоторых местах города дороги все еще перекрыты. В сети появляется все новое видео, демонстрирующее обстановку в Ростове-на-Дону. На улицах меньше людей, чем обычно. Скопление граждан наблюдалось только в центре города в районе штаба Южного военного округа. О ситуации в городе рассказывают независимые журналисты из Ростова-на-Дону Анатолий Карбинов. Разогнали, да, но они по большей части, чтобы людям безопаснее было. Потому что вот эти вот взрывы какие-то начались. Они сами все разгоняли. Не знали, откуда что началось, погнали все. Какая сейчас обстановка в городе? Что происходит в центре? Ну, атмосфера спокойная на самом деле. Люди ходят, отдыхают, гладеют. Вагнеров спокойно себя ведут, вежливо, все нормально. Ну, туда вот к зданию не пускают никого, просто не подпускают. А так нормально. Магазины, кафе работают, но которые не возле самого эпицентра событий, а так вот по периферии. В радиусе километра уже все работает, транспорт ездит. Я сам вот на транспорте, на городском приехал в центр. Просто они объезжают, такие вот кварталы, которые оцеплены. Анатолий Карбинов, журналист из Ростова-на-Дону, глава ЧВК Вагнер, Пригожин в ответ на обращение Владимира Путина опубликовал сообщение, в котором заявил, что они не предатели и не явятся с повинной. Ранее президент России выступил с видеообращением в связи с заявлением Пригожина о том, что ЧВК контролирует военные объекты в Ростове-на-Дону. Путин назвал действия мятежников ударом в спину и пообещал защитить страну, цитируя от всего, в том числе от внутреннего предательства, и заявил, что к измене привели непомерные амбиции и личные интересы. Президент заявил, что в Ростове-на-Дону фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. В своей речи президент не упоминал имя Пригожина, однако упомянул ЧВК Вагнер. Он призвал участников вооруженного мятежа одуматься и сложить оружие. То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер. Герои, которые освобождали Солидар и Артемовск. Города и поселки Донбасса. Сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и слава тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. Владимир Путин. Представитель российского Миноборона также обратилась к ЧВК «Вагнер», заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина. Ведомство предлагает проявить благоразумие выйти на связь с военными или с правоохранительными органами и гарантирует всем безопасность. Против Евгения Пригожина возбуждено дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. В ФСБ назвали заявления и действия Пригожина фактическими призывами к началу вооруженного гражданского конфликта и призвали, цитата, «бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию», конец цитаты. Близкие к Пригожину телеграм-каналы опубликовали видео с заявлением о том, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова, в том числе аэродром. На другом видео глава «Вагнера» беседует с замминистра обороны России Евпуровым и замначальника генштаба России Алексеевым. Это происходит в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Вокруг штаба много военной техники и людей в камуфляже. Часто непонятно, кто это – военнослужащие Минобороны или «Вагнеровцы». ФСБ и Минобороны России заявляют, что вся информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны России ударах по частям ЧВК не соответствует действительности. В военном ведомстве назвали это информационной провокацией. Ночью к бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом сложить оружие и вернуться в места дислокации обратился замкомандующего Объединенной группировкой войск России на Украине генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления генштаба России генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Кроме того, свои обращения к бойцам «Вагнера» в соцсетях выкладывают военнослужащие вооруженных сил России. Сложившуюся ситуацию мы обсудили с политологом Георгием Бофтом. Давайте начнем с видеообращения президента, которое было час назад. Что можно о нем сказать? Президент расставил акценты, так как он считает нужным, сравнив ситуацию с Первой мировой войной, когда раздраив лития и предательство, как он сказал, украло у России победу в этой войне. Такое сравнение довольно часто приводили. Что касается самих действий, не назвав организатор по имени, он назвал это откровенным предательством, ударом, так сказать, в спину, что тоже понятно в нынешней ситуации. И вообще, так сказать, обращение выдержано в довольно жестких и бескомпромиссных томах. В то же время он не стал весь «Вагнер» причислять к предателям. Отметил, что рядовые бойцы уже показали себя героями и так далее. И предложено им сложить оружие, причиниться закону. Очевидно, что наказание должно последовать только в отношении руководства. Ну, там как пойдет, конечно. А на что мог рассчитывать Пригожин, начиная этот митинг? Я думаю, что расчета особого не было. То есть это было продиктовано эмоциями, амбициями. И, возможно, какой-то ситуации, которую можно было воспринимать с его стороны как безвыходно. Ситуация начала особенно быстро развиваться после того, как был издан приказ о том, что все частные военные компании и подобные организации должны подписать контракты с Минобороном. То есть перейти в подчинение Минобороны. Пригожин это сделать отказался сразу же, довольно резко отреагировав. Но никаких, так сказать, от него тогда действий предпринято не было. Это было уже, можно, больше недели назад. И он продолжал резко выступать против руководства Минобороны в основном, но и не нападал, так сказать, словесно на президента до тех пор. Я думаю, что сейчас и это произойдет. Теперь он перешел уже гранили невозврата, поэтому там дальше рассчитывать ему особенно не на что. И все-таки каков прогноз в этой ситуации? Чего можно ожидать в ближайшее время? Мятеж с такими силами, которые сейчас имеются у Пригожина, обречен на поражение. Не будем спекулировать на тему, если там к нему присоединятся кто-то еще, там и так далее, и тому подобное пока. Таких свидетельств нет. В то же время, если обратиться к истории и опыту других стран, то вполне часто бывает, когда так называемые полевые командиры, которые изначально не подчинялись единому военному командованию, а довольно часто выходили из-под контроля вообще. Это было в разных странах. Вот сейчас такой конфликт развивается в Судане, между прочим. Но там, на стороне вот этих инсургентов, сил быстрого реагирования, так называемых, гораздо больше находится и войск, и военной техники, и того подобное. И они пользуются поддержкой части населения, гораздо более мощные формирования. У Пригожина под командованием таких сил, разумеется, нет. И получить контроль над значительной территорией им будет практически невозможно такими силами. Георгий Бовт. Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонные разговоры с президентами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин проинформировал глав соседних государств о сложившейся ситуации. В нескольких регионах России объявлен режим контртеррористической операции. Помимо Воронежской области, это Москва. И Московская область такое решение принял Национальный антитеррористический комитет. Введение режима КТУ означает ряд ограничений. Например, дополнительный контроль на дорогах, ограничение связи и отмену массовых мероприятий. Движение по Москве-реке в столице временно приостановлено. Работа причалов ограничена, сообщили в Департаменте транспорта Москвы со ссылкой на ФГБУ канала имени Москвы. Также в Департаменте транспорта сообщили, что межрегиональные автобусы из Москвы по южным направлениям могут быть задержаны и отменены. На автодорогах ограничений на въезд и выезд из Москвы нет, сообщил в субботу в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он также призвал москвичей сохранять спокойствие. Однако, по его словам, в связи с усилением мер по проведению провероченных мероприятий могут возникать трудности с движением транспорта. Он также попросил москвичей доверять только официальным источникам. Прежде в субботу мэр заявил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия и введен дополнительный контроль на дорогах. Стоит отметить, что из-за проверочных мероприятий в районе МКАДа на валютных магистралях перекрыта часть полос, поэтому образуются автомобильные пробки. В одну из них сегодня попала москвичка Анфиса. Я сегодня ехала на работу и в районе Волгоградского проспекта рядом с МКАДом был пост. Получается, оставалась одна полоса и пробка достаточно была обширная. Когда проезжали как раз вот этот пост, там стояли люди в форме, в шлемах, в жилетах. При полном обмундировании некоторые машины и останавливали. Движение было затруднено и я так подозреваю, что это теперь на всех въездах в Москву. Мы проехали хорошо, нас не остановили. Дальше дорога пошла уже быстрее. Внутри Москвы пробок особо замечено не было. В сторону Рязани стоят два ряда машин. Большая пробка, очень большая. Не видно конца, ни начала не видно. Двигаются потихонечку, есть, которые в объезд через деревню едут. Минтранспорта Подмосковья просит воздержаться от поездок на автобусах Колумны и Серпухова. Мост через Акуна трассе М2 перекрыт в обоих направлениях. То есть от автодвижения по Симферопольскому шоссе перекрыто. В Серпухове сейчас находится моя коллега Арина Хритонова. Она сообщает о спокойной обстановке в городе, но о чередях и ажиотаже на местных заправках. Сегодня ездила в соседний город, Протвино, и возвращалась обратно. Нужно было заехать на заправку. Когда мы оказались на заправке, поняли, что стоять будем долго, потому что были все полосы как раз на заправке заняты. И было где-то по 4-5 машин стояло в очереди к каждому пистолету. В целом, кстати, прошло все довольно быстро, потому что, несмотря на количество машин, обслуживали прям молниеносно, то бы что-то в городе происходило, я не замечаю. Я знаю, что перекрыт мост на Симферопольское шоссе, то есть в Тулу, например, в Серпухово попасть нельзя. Она тут очень рядом, тут ехать полтора часа. По поводу трассы М-2, как раз где мост, какая там сейчас обстановка, пробки есть? Я видела фото военных, блокпоста, которые разворачивают. Я видела, да, что там пробки, и в местных телеграм-каналах тоже пишут, что стоять надо долго. Но при этом еще появились сообщения тоже в местных телеграм-каналах с отметками на карте, что мост перекрыли на два дня. Он там черным вообще помечен. То есть в целом выезды еще из города есть, еще куда-то уехать можно, но, во-первых, это в объезд, а, во-вторых, вот все-таки в сторону Тулы, только если как-то чудом, например, ехать, какими-то вообще окольными путями. Есть ли, может быть, какое-то усиление? Мы проехали по городу, и как раз мы еще ехали между Серпуховым и Протвино. Увидели, что стоят ДПС. ДПС. Одну где-то увидели, может быть, машину, но проверяли несколько машин при этом. Но чтобы было больше полиции, например, я не замечаю. Люди спокойно гуляют по городу. Мы сейчас еще заехали в местный супермаркет. Людей тоже не очень много, то есть я не вижу, чтобы скупали продукты. Арина Хритонова, моя коллега. Столичные аэропорты Внуково, Шреметьево, Домодедово сообщили, что работают штатно и согласно расписанию. Ранее сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Московской области усилены меры безопасности. Ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможно, дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим Воробьев попросил по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.